Здравствуйте! В эфире информационная программа новостерфиоцене в студии Константин Перевозчиков. Комсомол – самая массовая патриотическая организация советской молодежи. За годы своего существования она охватила более 150 миллионов человек и выдала путевку в жизнь многим талантливым специалистам. В рамках празднования юбилея ВЛКСМ госкорпорация «Росатом» собрала ветеранов-комсомольцев в Сарове, месте, где была образована первая комсомольская организация городов атомной отрасли. Более ста ветеранов-комсомольцев приехали солнечно-морозным утром в наш город и сразу стали участниками театрализованного представления. На платформе их встречали студентами с агитплакатами времен Советского Союза и духовой оркестр, который исполнен для гостей известные песни прошлого столетия. Это фурор, очень хорошая радость. Почему? Потому что встречают все свои родные люди. Саров для проведения такого масштабного мероприятия выбран не случайно. Именно в нашем городе, тогда еще носящем название «Кремлев», была сформирована первая среди городов атомной отрасли комсомольская организация. Приезжаю для того, чтобы отпраздновать 100-летие комсомола, отпраздновать свою молодость, юность, с которой совершенно неразрывно связано становление и развитие, и все те достижения, которые атомная отрасль имеет на сегодняшний день. Все то, что сегодня мы храним, развиваем, делаем, это все в первую очередь благодаря тому наследию, которое нам оставили те самые комсомольцы, которые строили наши города, которые создавали отрасли. Программа празднования юбилея в ЛКСМ была насыщенной. Обязательное знакомство с городом и экскурсии по музеям и историческим местам. В честь 100-летия, на память потомкам о деятельности младежной организации и о своем пребывании в Сарове, комсомольцы высадили Кленовую аллею. Год 100-летия комсомола, наверное, это такое действительно торжественное мероприятие, объединяющее города в присутствии госкорпорации «Русатом». Одно из мероприятий всегда на всей протяжении истории комсомола, это, естественно, были субботники и посадки деревьев, уборки. Сегодня это торжественное мероприятие. Мы закладываем аллею 100-летия комсомола в театральном сквере. Работа закипела, когда ветераны-комсомольцы бодро, как и во времена своей молодости, взяли лопаты и посадили молодые деревца. У каждого из участников молодежной организации Советского Союза с комсомолом связаны свои воспоминания. И сажая деревья, они словно оставляли наказ молодому поколению. Также продолжать активно работать, воспитывать молодежь, передавать свое наследие нашим подрастающим поколениям. Я, одним словом, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Мне хочется пожелать от нашего поколения комсомольцев, будущим поколениям, так же держать, как и мы, в свое время. Атмосфера комсомольской эпохи была воссоздана и в Доме ученых. Фойе первого этажа было оформлено в стилистике времен СССР. Гостей города встречали под бой пионерских барабанов. Оживленные разговоры, щелканье затворов фотоаппаратов ветераны-комсомольцы старались запечатлеть на память все яркие мгновения этого праздничного дня. Съездили на экскурсии, посмотрели сам город, побывали в музее ядерного оружия. У меня просто слов нет. Одно дело это прочитать где-то в книгах, посмотреть по телевидению, а другое дело прикоснуться к истории. И вообще вот эта атмосфера встречи у нас на вокзале, когда стояла молодежь с плакатами. Вы знаете, что иногда прямо до слез пробивало. К гостям праздничного вечера обратился руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он вручил знак «Академик Курчата в третьей степени за заслуги перед атомной отраслью и большой личный вклад в развитие атомной науки и техники, промышленности, энергетики, директору Департамента управления тематическими работами, развитием научно-технической базы и производства «Рфиоснеев» Валентину Борису. А также поблагодарил активистов-горкомов за активную работу на благо отрасли страны. Мы действительно нашли, мы, мы с большой буквы целое поколение, что-то такое функциональное, чего нет нигде. Мне кажется, для меня это главное. Возможность напрямую связать свою жизнь с историей своей страны. Вложить свои силы, свои творчества в эту самую историю и наоборот, увидеть в своей судьбе, увидеть в своих делах то, что действительно нужно нашей Родине, нужно нашей области, нашим городам. Праздничный вечер продолжили солисты проекта «Десять песен атомных городов». Они исполнили знаменитые хиты и песни из кинофильмов о героях-комсомольцах. Живая музыка, энергетика исполнителей и любимые песни создали теплую и дружескую атмосферу вечера. В городской администрации прошли вторые общественные слушания по вопросу строительства на производственной площадке «Рфиоснеев» комплекса для получения медицинского радиоактивного изотопа «Мэлибден-99» на базе усовершенствованного растворного ядерного реактора «Аргус-М». Горожанам были представлены материалы об основании лицензии на эксплуатацию комплекса и оценке воздействия на окружающую среду. «Мэлибден-99» называют рабочей лошадкой ядерной медицины. Это один из самых ценных изотопов современности. Его использование дарит надежду тысячам тяжелобольных. Но есть одно «но». В нашей стране производят его ничтожно мало. При потребности сегодня 60 тысяч кюри в неделю. Мировой рынок производит только 9 тысяч кюри. И доля российского производства – лишь 4%. Из-за того, что спрос значительно превышает предложение. Пока нет возможности широко внедрить метод диагностики с помощью «Мэлибдена-99» и его дочернего продукта технеции. Ситуация может измениться благодаря новому комплексу для получения этого изотопа. В первую очередь создать во ВНЕФ первый в мире образец производственного комплекса на основе растворного реактора. Разработать уникальные радиохимические технологии. Создать комплект документации и сохранить ноу-хау именно за разработчиками российского ядерного центра. За что же так ценят «Мэлибден-99»? Если говорить простым языком, этот изотоп – полуфабрикат. Он доставляется в клинике в специальных контейнерах. Там из него получают дочерний продукт технеций, который в виде физраствора вводится в организм человека. Период полураспада технеция всего 6 часов. Поэтому после проведения диагностики в организме не остается даже его следов. Зато медики получают полную картину заболевания. Технеций позволяет диагностировать онкологию на самых ранних стадиях, когда болезнь проще локализовать и победить. Если надо провести обследование, скажем, кровеносной системы, он вводится в кровь и через приблизительно 20 минут распределяется по всему организму. То есть тело человека помещается в компьютерный томограф и получается трехмерная картина жизнедеятельности сердечно-сосудистой системы. То есть видно все, какие могут быть проблемы, затруднения кроветока. И сразу можно назначить, как говорится, квалифицированное и точное лечение. Сегодня во всем мире Малибден-99 производят так называемым мишенным способом в многопрофильных установках – ядерных реакторах с большой мощностью. Это долго и очень дорого. Аргус-М – это растворный ядерный реактор производства Росатома. Комплекс на его базе, который построят в Сарове, выведет получение Малибдена-99 на качественно новый уровень. Он позволит получать 250 кюри изотопа за цикл, то есть в неделю, что вдвое увеличит производство Малибдена-99 в России. Применение гомогенного ядерного реактора снимает указанные вопросы и мы получаем здесь существенные плюсы. Мы уходим от многопрофильных, дорогостоящих и мощных реакторных установок к узкоспециализированным, небольшим по мощности и безопасным. Второе плюс – резкое сокращение отходов и третье – более высокая производительность. Год назад, во время первых общественных обсуждений нового комплекса, жители города высказали ряд своих опасений. И главные из них связаны с безопасностью. Словосочетание «ядерный реактор» у непосвященных людей вызывает не самые приятные ассоциации. Но все переживания специалисты смогли развенчать. Во-первых, именно во ВНЕЕ в 1964 году был создан первый в СССР растворный реактор. Поэтому ядерный центр имеет богатый опыт эксплуатации подобных установок. Во-вторых, все системы безопасности продуманы до мельчайших деталей. Установка представляет собой герметичный корпус. Он помещен в графитовый отражатель, который, в свою очередь, помещен в бетонный куб с толщиной стен, исключающий влияние на внешнюю среду. Комплекс на базе реактора «Аргус» будет состоять из двух блоков – реакторной части и лаборатории. Блок с «Аргусом» занимает около 400-500 квадратных метров, что значительно меньше по сравнению с традиционными энергетическими цехами. «Аргус» защищен тремя контурами безопасности. Комплекс оснащен самой современной системой управления и защиты. Она имеет четыре независимых канала по контролю и по аварийным уставкам. Система управления имеет резервный пульт управления на случай пожара в основной пультовой. То есть позволяет поддержать управление комплексом в любом аварийном режиме. Все системы и устройства разработаны с учетом воздействия сейсмических нагрузок в 8 баллов. «Безопасность является приоритетом для федерального ядерного центра. Федеральный ядерный центр имеет все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности. Поэтому вот этот объект, который будет введен в эксплуатацию, он также будет обеспечен его безопасностью». В рамках оценки воздействия комплекса на окружающую среду проведен анализ аварийных ситуаций. Специалисты спрогнозировали последствия в случае максимальной проектной радиационной аварии, разгерметизации газовой полости реактора и контура систем каталитической регенерации. «Воздействие на население окружающей среды при нормальной эксплуатации и прогнозируемых аварийных ситуациях не превысит установленные санитарно-гигиенические нормативы. Уровень воздействия на все компоненты окружающей среды составит не более 1% от величины допустимого уровня воздействия, установленного законодательством Российской Федерации». Еще один вопрос, который сильно тревожил горожан, что будет с радиоактивными отходами. Наиболее впечатлительное даже рисовали в воображении картину. Вырытые рядом с комплексом огромный котлован сваливаются бочки с отходами. Но есть вполне конкретный федеральный закон, который запрещает подобное. «В соответствии с законом 190 все нарабатываемые радиоактивные отходы будут передаваться по этому закону национальному оператору». То есть никакого захоронения и складирования радиоактивных отходов на территории города не предусмотрено. После переработки все отходы будут переданы национальному оператору. Почему же именно в Сарове планируется строительство нового комплекса? Реализацию проекта на высочайшем уровне гарантирует собственная производственная мощность Ирфиоцвнеев и уровень квалификации работающих тут специалистов. «У нас есть определенная инфраструктура, то есть у нас есть площадки, у нас есть аэродром, который мы сейчас реконструируем. Есть выход на область, значит мы таким образом можем выстроить такую логистику по оперативной доставке вот этой продукции». Первыми, кто поддержал идею о строительстве комплекса для получения молибдена-99 стали, конечно же, медики. Анатолий Володин – врач-онколог. Каждый день он помогает пациентам справляться с тяжелым заболеванием. И не понаслышке знает, насколько важно использование технеции в диагностике. «Что я услышал сегодня и что предлагается и рассматривается на этих слушаниях, то безусловно эта технология будет востребована в нашей области. И мы вас ждем и надеемся на вас. Тем более, что в стадии разработки проект по созданию крупного онкологического центра в Нижнем Новгороде. Именно этот центр станет одним из потенциальных потребителей молибдена-99. Медицина идет вперед семимильными шагами. И те болезни, которые мы сегодня считаем неизлечимыми, в скором будущем будут побеждены врачами. В том числе и благодаря мирному атому. И комплекс на базе ядерного реактора «Аргус-М», который в ближайшие два года будет построен в Сарове на одной из производственных площадок «Рфиацвнеев», это серьезный шаг на пути к этой цели. Это те самые высокие технологии, про которых мы, ну, большинство из нас, я думаю, говорят на кухне, что хорошо бы в России было не только нефть. Вот это не только нефть, помещенная в сетку безопасности и снабженная компетенциями наших специалистов. Общественные обсуждения прошли в конструктивном ключе. Пришедшие смогли задать все волнующие их вопросы и получили на них развернутые и понятные ответы. В ближайшее время протокол слушаний будет опубликован на сайте администрации города. Ознакомиться с ним смогут все желающие. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.nev.ru и в эфире канала «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин